Приветствую вас, Светлана. Вот, знаете, вы в своем тексте прям вот кричите об обиде, вот, ну это чувствуется, чувствуется, что вы обижены, чувствуется, что вы прям вот, ну, что вам больно, что вам неприятно. Это как дальше это, конечно, вот. А, вы знаете, я бы в первую очередь обратил внимание на то, что вы не совсем понимаете себя, а скорее больше понимаете, старайтесь понять мужчину. То есть, вы, вам не нужно понимать мужчину, вам нужно пытаться понять себя, себя в первую очередь. Вот, это гораздо важнее, чем пытаться понять мужчину, а мужчину вы все равно так или иначе не сможете понять до конца, потому что он, может, и сам не понимает то, что произошло. А вообще говоря, нужно понять, как вас это задело. То есть, вот вы говорите, что, по сути, я поняла, что у меня нет любимого мужчины, вот, и здесь очень важно разобраться, что вы вкладываете в это. То есть, если вы воспринимаете мужчину, как некий объект, который должен быть с вами, то, ну, да, у вас его никогда не было. Если вы воспринимаете мужчину, как партнера для отношений, то, очевидно, что здесь есть какие-то проблемы, у вас в отношениях, да, которые нужно решать эти проблемы, нужно решать. Которые у вас. И, в первую очередь, это проблема вашей обиды. Без того, кто вас это кто делает. Того, кто вас приняли, это на свой счет. На свой счет. Дальше. Вы диктуете мужчине, как он должен себя вести. Вы говорите, мне не нужны его подарки, мне нужны его подарки, мне нужны. У каждого человека свой взгляд на ситуацию, да, у каждого человека свое мнение, у каждого человека своя позиция. И мужчина, он, ну, вот, решил так, да. И, как минимум, нужно уважать его позицию. И не очень понятно, вот, откуда у вас идут требования. Что вот он должен, что вот он должен приехать, подарить, подарить цветы. Неужели у взрослого мужчины нет денег на цветы? Ну, это все не про, на самом-то деле, мужчину, а право. Все право чувствовать. Все про то, что вам неприятно. Все про то, что вы себя почувствовали как-то вот плохо. Ну, я не знаю, обиженно, больно и так далее. И не разобрались с этой болью. Не определили себя, что вообще она так, что она вообще себя представляет. Ну, вот. Такой момент. Дальше вы промолчали в ответ на его смс. От этого ничего не сказали. Мужчина не понял, что вы обиделись. Мужчина, наверное, отдает себя отчет в том, что вы не поняли, не отменили поступки его действия. И, скорее всего, считает, что приезжает к вам еще как-то просто федер, он как-то просто неудобно. Потому что вы обижены, и он не видит возможности до них стихтоваться во свою позицию. А вот бросил ли он вас или нет? И что вообще его поведение значит? Сказать нельзя. Потому что непонятно ни сколько вы встречаетесь, непонятно ничто между вами общего, непонятен характер ваших отношений и прочее. Понятно, что вы очень обидены. Понятно, что ваши отношения, если они дали такую серьезную встречу от одного эпизода, были не идеальными. В них либо отсутствовало доверие, либо отсутствовало принятие, либо один из партнеров испытывал в той или иной степени фрустрацию. Либо оба испытывали фрустрацию, то есть не удовлетворенность. Вот с этим нужно разбираться. Разберемся с этим, будет понятно, будет понятно бросил ли он вас или нет. Но это не столь важно, повторюсь, как важно то, чтобы вам разобраться в себе, дабы в будущем не испытывать таких чувств, не испытывать обиды, не испытывать боли. Довольно, что человек как-то не поступил. Либо если испытывать, то легкую грусть, ну такую, не может быть не легкую, но именно грусть. Вот. Тогда вот усёженно, чтобы вас это не задевало. А если задевало, то вы могли это адекватно выразить. То есть не в виде молчания, там обвинения, вот, а именно в виде выражения сказать, знаете, мне очень плохо, вот мне очень обидно, мне очень больно. То есть да, я понимаю тебя, я понимаю твою позицию, я понимаю, что ты хотел как лучше, и возможно для тебя это так, но мне больно. Вот мне больно, мне обидно, и всё. И этого в принципе достаточно. Вот. Но из этого вы как бы игнорируете. И если это, это ваш способ, если это ваше поведение при испытывании негативных переживаний, то я полагаю, в общем, что на это вот в первую очередь, внимание, потому что негативные переживания у вас так и так будут, негативные переживания с вами, ну, с вами так и так будут происходить, будут случаться. А вот как вы с ними справляетесь, это очень большой вопрос. Как вы умеете с ними справляться, очень важно. Судя по тому, что вы пишете, вы не умеете с ними ни сами справляться, ни доносить это партнеру. Грамотно. Вот. После этого вы пребываете в догадках и воспринимаете как личное оскорбление о том, что сделал мужчина. Ну, это, на мой взгляд, крайне такая позиция, она деструктивная. Вот. Плюс требования ваши, какие-то директивы, некие образы, желаемого поведения. Все это как бы закрывает реального человека, к сожалению. Вот так можно ответить на вопрос, который вы задаете. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом.